Подходит к концу светлая неделя, пасхальная неделя, хотя сам праздник Пасхи длится 40 дней. Но вот на протяжении всей недели мы сугубо радовались этому событию, торжеству, воскресению Христа из мертвых, которому готовились на протяжении поста. И вот на девятый день по Пасхе мы идем с этой пасхальной радостью, с пасхальной вестью к нашим усопшим. Идем уже не с каким-то скорбным настроением, не с чрезмерной печалью, а идем с радостью, потому что Христос разрушил смерть, Христос победил смерть, и мы верим, что наши усопшие, близкие, которых мы не видим рядом с собой, которые уже перешли в вечность, а не там, в ином мире, в потустороннем мире. И идем мы тоже с пасхальными молитвами, как бы поприветствовать их. И, конечно, в эти дни многие люди устремляются на кладбище где-то и убрать после такого зимнего периода. И рюмочку наливают, и хлеб ложат. Мы понимаем, что усопшему это не надо. Есть такое обоснование, что раньше клали, например, хлеб или яйцо на могилку, чтобы путник шел мимо и помянул усопшего человека. Но сейчас также эта традиция теряет свое обоснование и смысл. Поэтому нет необходимости там ложить сигареты, наливать там что-то спиртное. Это даже порицается, потому что... ну или там распивать спиртные напитки на кладбище. Кладбище – это святое место, это священное место, потому что там покоятся тела наших усопших, которые воскреснут, когда придет Христос во второй раз. И еще, что хотелось бы к этой теме также, мне кажется, сказать, что нужно идти к могилам усопших не с искусственными цветами. Пусть меня простят те, кто реализует эти цветы, но все-таки мы верим, что наши усопшие живы. И поэтому лучше купить две гвоздички и прийти положить живые цветы на могилу нашего усопшего. Обязательно с собой можно взять либо псалтырь, либо молитвослов и помолиться на месте упокоения своего усопшего сродника. Ну и, конечно же, по традиции на Радоницу, сам праздник Радоницы для усопших называется корень слова «радость». То есть мы идем с радостными мыслями, чувствами к гробам, к могилам наших усопших. И, конечно, в этот день нужно и по возможности посетить храм, посетить места погребения наших усопших. И, как говорил Александр Сергеевич Пушкин, нужно иметь любовь к отеческим гробам. То есть нас, каждого здравомыслящего человека, тянет как к родному дому, так и к месту, где погребены наши родители, бабушки. И, наверное, священный долг каждого человека, христианина, прийти и вспомнить, и помянуть своих усопших сродников. Поэтому с наступающим радостным днем для наших усопших, с Радоницей, и пусть Господь по нашим молитвам, скромным молитвам, может быть, недостаточным молитвам, но простит грехи и ошибки наших усопших, родных и близких, и дарует им Царство Небесное и Вечный Покой. Субтитры создавал DimaTorzok